Учениками и педагогам 23-й школы поселка Айхал теперь не страшны стрессы и перегрузки. Как это им удается, смотрите в сюжете далее. Очень классная комната релаксации. Мне в ней нравится все. Все при все. Очень классная комната релаксации в 23-й школе поселка Айхал появилась совсем недавно, благодаря выигранному гранту от главы республики. Часть средств от него было решено потратить на обустройство и оборудование кабинета психологической разгрузки. Педагоги-психологи подобрали и заказали все необходимое оборудование, самостоятельно его установили и уже начали проводить занятия. Причем не только с учащимися, но и с преподавателями. Зона релаксации, зона игры, тактильных взаимодействий и зона работы с аппаратом биологической обратной связи. Там уже работа идет с датчиками, по которым считываются показатели, насколько ребенок или учитель правильно дышит, насколько мышечно он может расслабляться. Аппарат БОС биологической обратной связи – самый сложный атрибут кабинета, но и он понятен даже ребенку. Пока не расслабишься, не увидишь мультик. Чем лучше получается, тем четче звук и изображение. Навыки релаксации, несомненно, полезны как ученикам, так и вечно загруженным педагогам. Хотя детям больше нравятся всякие волшебные штучки – светящиеся шары и звездное небо на водолке. Мне очень нравится тут находиться, потому что тут есть дождик, зеркало. Можно тут представлять, кого хочешь. Была тут несколько раз. Мне больше всего нравится в этой комнате – это ходить по дорожке, потому что разные ощущения, и каждая все по-своему приятная. Все свои возможности на это хотим направить, чтобы комната действительно была востребована. Потому что в нашей северной широте это очень и очень нужно. То есть утомляемость высокая, стресс и так далее, какие-то негативные факторы. В работе психологам также помогает музыка, ароматерапия и соляная лампа. Особое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья и ребятам из группы риска. Предусмотрены групповые и индивидуальные занятия. Светлана Угрюмова, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край».